Вы все певцы? Нет. То есть каждый индивидуальный. Те же ведущие, они разные. Понимаете, лучше, конечно, конкретно пообщаться. Сценический костюм – это отражение личности, считает дизайнер Нажия Галимова. Ей хватает и 15 минут общения, чтобы понять характер, темперамент человека и создать его сценический образ. Для нее нет эталонов красоты, есть эталоны ума, обаяния и внутренней харизмы. И это главное. А с помощью хитрых, почти волшебных деталей, верно расставленных акцентов, дизайнеры могут визуально исправить недостатки. В этом году для ведущих татарского музыкального проекта дизайнер Нажия Галимова выбрала элегантное и эффектное платье цвета золота. Украшения обязательно. Они должны быть потрясающими, лично мое мнение. Я так своих девочек и невест очень люблю тоже. Собираю их как маленькими невестами, принцессами, королевами. А здесь это должна быть обязательно королева. Обязательно. Уже в пятый раз культурный центр «Пирамида» будет собирать гостей на церемонию вручения национальной музыкальной премии «Болгарадиоса». Потому для этого музыкального проекта этот год юбилейный. Звание лауреатов национальной премии артистам присуждают по итогам зрительского голосования. Только зрители программы ТНВ «Койнархит» и аудитория «Болгарадиоса» решают, кто достоин звания лауреата «Милли премия». Мы награждаем не только исполнителей, но и людей, которые имеют непосредственное отношение к современной татарской музыке. В прошлом году у нас была специальная номинация «Продюсер года». В этом году у нас среди специальных номинаций это «Аранжировщик года» Марат Мухин, который здесь присутствует, является лауреатом. Кроме этого, лучший композитор и лучший певец по версии «Болгарадиоса». Для молодых начинающих артистов этот проект может дать самую настоящую путевку в жизнь, считает народная артистка Татарстана и России Венера Ганиева. Ее ученики не раз становились лауреатами музыкального проекта. Для педагога видеть их на большой сцене – это лучшее признание ее таланта. Музыкальных текстов, материалов очень много. Вот они должны уметь отбирать самые-самые, что вот им предлагают. Они не должны хвататься там за каждую песню, а действительно брать вот, скажем, с хорошим текстом. Должны они сотрудничать с хорошими композиторами. И, конечно, самое главное – аранжировщик. Когда-то она была звездой 90-х, но жизнь сложилась так, что на время пришлось оставить большую сцену. Забвение длилось долгих 20 лет. Гульдания Хайрулина после долгого молчания вновь появилась на экранах телевизоров. И практически за два года, благодаря слушателям Булгарадиуса и зрителям ТНВ, наверстала упущенная. Стала вновь популярной и, как некогда, любимой. Подготовка к проведению торжественной церемонии вручения национальной музыкальной премии Булгарадиуса «Алтан Юлдас» ведется весь год. Это сложная и кропотливая работа. Необходимо собрать, обработать мнения и пожелания радиослушателя Булгарадиуса и зрительской аудитории ТНВ. Лучшие специалисты работают над оригинальным сценарием самого мероприятия, а также над его техническом воплощении. Великолепное шоу можно будет увидеть уже 9 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Организаторы мероприятия ждут гостей с нетерпением. Уже в фойе зрителей «Мили премии» встретят живая музыка, световое шоу. Так что и все участники, все зрители «Мили премии» уйдут со звездой золотой. У этого декабря действительно звездное начало. На сцене оперного театра вновь веет ветер перемен. Любимые татарские песни в современной обработке уже стали символом фестиваля «Узгареш-жиле», который в Казани открыл свой второй сезон. Многие наверняка помнят выступление первого сезона, который с большим успехом прошел в Казани и в Москве. Все концерты тогда прошли при аншлагах. Организаторы уверены, что этот ставший уже популярным национальный проект зрители оценят и в этом году также по достоинству. 26 певцов, две вокальные группы под аккомпанемент симфонического и джазового оркестра. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.